С-М-Х! 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 Москве на арене Манежица СК стартовал пятый сезон спортивной лиги группы компании Трансмашхолдинг. Этот проект объединяет сборной команды 19 предприятий из 12 городов, в их числе Тверского вагоностроительного завода. Как отметила на церемонии открытия заместитель генерального директора по корпоративному развитию проектной деятельности, член управляющей коллегии ТМХ Наталья Шашлакова, уровень мастерства в спорте и есть отражение тождественность профессионализму. Три с половиной тысячи у нас сейчас с вами в зале. Это те, кто приехал, те, кто с нами сейчас с вами в онлайн-трансляции, болеют в чатах и поддерживают наших спортсменов, которые сегодня нет проигравших, есть только победители, только участники группы компании ТМХ. Пять лет! Разрешите открыть спортивную лигу 2023 и объявить ее начало. В программе турнира открытия в течение двух дней состоялись соревнования по баскетболу, мини-футболу, волейболу, легкой атлетике и настольному теннису. И во всех видах за лидерство сражались сотрудники Тверского вагоностроительного завода, более 40 взрослых спортсменов и пятеро детей. В предыдущем четвертом сезоне сборная ТВЗ стала абсолютным чемпионом общекомандного зачета. В юбилейном сезоне вагоностроители нацелены защитить свой титул. С таким настроем и вышли на корпоративную спортивную площадку. Мы всегда выходим только с одним настроением – победить, быть первыми. Как известно, удержаться на вершине всегда сложнее, чем ее покорить. Тем более в начале сезона многие команды только ищут свою игру, спортсмены набирают форму. Происходит ротация составов. Да, у нас новые игроки появились, более молодые. Есть молодые, есть опытные. Но пытаемся найти золотую середину с плавом молодости и опыта. Тем временем конкуренция в соперничестве за лидерство во всех видах корпоративных соревнований заметно усилилась. Каждое предприятие «Трансмашхолдинга» выставило хорошо подготовленные сборные. И не только спортивной командой, но и группой поддержки со своими маскотами. Все заводы болеют за свои команды. Очень интересно. Накал страстей, в принципе, такой довольно-таки высокий. Все хотят победить и достойно выступить на турнире. По накалу эмоций, сверхупорной борьбе, достойно финала, получился четвертьфинальный матч турнира по мини-футболу между командами ТВЗ и метровагон «Маша» из подмосковных «Мэтищ». Чемпионы прошлого сезона выиграли с минимальным счетом 1-0. Тверские вагоностроители завершили выступление в топ-8 лучших. Были пару моментов, у нас надо было реализовывать. Не смогли, не повезло где-то. В целом игра была равная, я считаю. Боролись до конца, чуть-чуть не хватило. В шаге от пьедестала почета остановилась и команда баскетболистов Тверского вагоностроительного завода. Одержав победу в группе, затем в плей-офф золотые медалисты прошлого сезона уступили соперникам и финишировали на четвертом месте в итоговой турнирной таблице. Отметив, что команда выступала без трех ведущих игроков своего чемпионского состава, в каких-то моментах и удача оказалась на стороне соперников. Мы бились с Брянском, мы даже и первый период мы вели в счете. И, ну, где-то вот чуть-чуть не повезло. Первую медаль в копилку ТВЗ принес дебютант сборный мастер производственного участка вагоно-сборочного цеха Кирилл Коряшкин. Он стал серебряным призером в забеге на 60 метров среди мужчин. Самое удивительное, что, по словам Кирилла, он впервые в жизни участвовал в соревнованиях по легкой атлетике, до этого в юности занимался футболом. Поэтому был очень рад, когда попал в команду завода побегу и поехал в Москву на корпоративный турнир Трансмашхолдинга. «Как-то вырваться из суеты, проявить себя, полюбить спорт и потом с новыми силами, с большей отдачей приступить к работе». Легкоатлеты выиграли еще четыре медали. Среди мальчиков 7-9 лет до серебра добежал Алексей Хабибуллин. Ирина Боктилова заняла второе место среди женщин на дистанции 1600 метров. На этой же дистанции первого золота юбилейного сезона тверских вагоностроителей завоевал слесарь механосборочных работ Алексей Гультяев. Для него это уже третье золото спортивной лиги ТМХ. «Стабильно занимаюсь легкой атлетикой. Готовлюсь к соревнованиям местным тверским. Соответственно, поддерживаю форму и приезжая на соревнования в хорошей форме удается побеждать». До бронзы добежала эстафетная команда во главе с Сергеем Кузнецовым. В соперничестве за медали на лихоатлетической дорожке тверские вагоностроители опередили 15 команд соперниц других предприятий Трансмашхолдинга. «Еще одной бронзы копилку наград Тверского вагоностроительного завода пополнили и волейболисты, которые заняли третье место по результатам кругового турнира. По словам одного из игроков команды Павла Барышева, «Спортивная лига» – это еще и возможность пообщаться с коллегами из других регионов». «Пообщение, потому что свой коллектив – это свой, а с другими пообщаться – это интересно». Кульминацией выступления тверских вагоностроителей на первом этапе юбилейного сезона «Спортивной лиги» ТМХ стала финальная игра командных соревнований по настольному теннису. Основная программа матча после четырех одиночных поединков мужчин и женщин завершилась ничейным счетом 2-2. Судьба золота решилась в дополнительном поединке мужских пар. Сверхупорные драматичные борьбы Алексей Вакуев и Антон Иванов при поддержке болельщиков вырвали победу у соперников из Брянска. До этого в настольном теннисе вагоностроители становились обладателями бронзы и серебра, и вот впервые взяли золото «Спортивной лиги». «Поддержка команды ТВЗ нам очень помогла. Мы прям вот были настроены на победу, ну и соответственно все вместе мы победили». Золотые слова. По большому счету победителями стали все участники соревнований открытия юбилейного сезона «Спортивной лиги» «Трансмашхолдинга». Заряд положительных эмоций и энергии получили все. Лучшие из лучших на церемонии награждений были удостоены особых поздравлений и очень красивых медалей. Сезон открыт, сезон продолжается. Итоги юбилейного сезона «Спортивной лиги ТМХ» будут подведены предстоящей осенью, когда состоится финальный этап соревнований. Сборная Тверского вагоностроительного завода продолжает борьбу за титул абсолютного чемпиона. Субтитры создавал DimaTorzok